Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFIFAPS И как уже догадались по названию, сегодня у нас будет такое что-то вроде обучающего видео За кого начать карьеру в FIFA 14 Mobile Эта игра довольно-таки актуальна в сегменте мобильного гейминга И многие задаются вопросом, за кого же начать игру Потому что, например, начинают, не понравилось, за другой клуб начинают Все это надоедает и, в общем, бросают это дело, а так это делать не надо В общем, для начала вам нужно определиться, для чего вы вообще хотите играть в режим карьеры в FIFA 14 Mobile на Android Какие у вас цели и что вы в итоге хотите получить от этой карьеры? Будете ли вы играть на результат или ради удовольствия? То есть очень много факторов, которые вы должны учитывать Первое. Фактор 1. Топовая команда с большим бюджетом просто поиграть ради удовольствия и все трофеи забрать И также, разумеется, эти команды будут в топ-5 лигах Например, значит, АПЛ Как вы видите, самый большой бюджет у нас здесь у Манчестера Сити 90 миллионов Также состав топовый Там и Яя Турея, и, значит, Сильва, Агуэро и прочие топовые игроки Поэтому, значит, состав крутой Можно побороться с главным антагонистом АПЛ Это Манчестер Юнайт Следующая лига это у нас Бундеслига Здесь Бавария, либо Баруссия Но, скорее всего, Баруссия, Бавария Однако, значит, бюджет не такой большой, как в АПЛ То есть для вас не стоит рассматривать ее Испанская лига Здесь логично, что Барселона и Реал Ну, у Реала, конечно, денег будет побольше Там и игроки мощнее Однако, учитывая, что у Барселоны есть и Неймар, уже и Месси И остальные крутые игроки По сути, команды равны Но Реал более предпочтительнее выглядит Следующая Это у нас Французская лига Ну, логично, что здесь Монако Монако и ПСЖ Конечно, ПСЖ мощнее Однако, если вы хотите развивать клуб, который не такой сильный Не топ Однако, у него есть очень много денег То, значит, Монако будет идеальным вариантом Ну, и последний из топ-5 лиг Это у нас Итальянская лига Здесь Ювентус Выглядит предпочтительным вариантом Также Наполи Рома Ну, и, в принципе, все Остальные команды Ну, и Фиорентина, возможно Но самый топовый – это Ювентус Однако, здесь по бюджетам еще все более хуже, чем в других лигах Всего лишь 37 миллионов – самый максимальный бюджет Так, следующее Вы хотите начать за хреновый клуб Будем так говорить честно, да? И хотите, чтобы он стал самым топовым Чтобы взял Лигу Чемпионов и другие трофеи Ну, здесь я рекомендую стандартно Это АПЛ Вот Буду рекомендовать только те клубы, за которые я лично играл Это Укомби Вандерс Крутой клуб для старта Конечно, бюджет небольшой Вряд ли вы что-либо купите Вообще не рекомендую на эти деньги что-либо покупать в первые несколько сезонов Старайтесь развивать своих игроков И потом уже там делать какие-либо сделки Вот Ну, и также Хартлипуль Потому что я за этот клуб тоже играл У меня за эти два клуба есть карьеры На канале Если интересно, можете посмотреть Также из этой же серии есть такой клуб Еще тогда он был в третьем дивизионе Это Вулверхэмптон Несмотря на то, что он находится в третьем дивизионе Он имеет довольно-таки хороший бюджет Это 3 миллиона евро Если я не ошибаюсь Это довольно-таки приличные деньги для третьего дивизиона Также из богатых клубов Здесь есть Бристоль-Сити Клуб с очень Такой хорошей историей И Значит Шеффилд Юнайтед Ну Вулверхэмптон Более-менее Потому что там у них есть бегунки хорошие Хорошие нападающие И прочее Так Ну и третий вариант Такой самый Более-менее лайтовый И более патриотический Я бы даже сказал Это Значит Российская Премьер Лига Наша Лига приколов Так Если можно выразиться Ну а разбор данной лиги И за Какой клуб начать карьеру в РПЛ Я сделал уже в следующей серии Если данный видеоролик Значит Хорошо пройдет По просмотрам Лайкам Подпискам Комментариям И прочее Поэтому Ставьте лайки Подписывайтесь Ставьте лайки Еще раз И прочее Вот А я пойду для вас Как раз таки записывать Уже Следующую Часть В общем Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok